Город Кронштадт В этом монастыре в Санкт-Петербурге обрел свой вечный покой один из величайших русских святых, праведный отец Иоанн Кронштадтский. В советское время он был объявлен реакционером, черносотинцем, память о нем старались скрыть, сам монастырь был закрыт. Но в годы перестройки один из сотрудников Эрмитажа на свой страх и риск выбил на фасаде монастыря вот этот крест, прямо над окошечком, где находится усыпальница святого Иоанна Кронштадтского. Через 82 года, в 1990 году, Иоанн Кронштадтский был канонизирован и причислен к лику святых. Ну вот как раз по этим ступенькам мог подниматься Иоанн Кронштадтский на купол Никольского собора. 71 метр. На один метр ниже Софии Константинопольской, в знак почтения к первому собору, этот сделали на метр ниже. Так высота 20-этажного дома. Отцу Иоанну Кронштадтскому было 79 лет, когда он поднимался по этим лестницам, по этим лесам. И вот что его заставило, что его подвигло. Это непросто чисто физически. Вот, видимо, чувство необходимости этой молитвы. Россия нуждалась в молитвах перед тем, как взойти на Голгофу. И целый час стоять у креста. Это был октябрь месяц. Конечно же, и холодно, и ветер. И тем не менее, отец Иоанн, как ангел России, молился здесь за всю русскую землю, за всю Россию. Я думаю, это было какое-то приготовление к 1917 году. Никольский собор Кронштадта был построен в 1908 году, освящен в 13-м. Святой Иоанн Кронштадтский присутствовал при закладке этого собора и благословил его строительство. Но осветить его уже он не смог. 20 декабря 1908 года великий святой земли русской почил. А храм, несмотря на советскую власть на войну, остался стоять как символ Великой России. Этот храм называется «Морским». Его строили в честь всех русских моряков. Сегодня в Морском соборе происходят чудесные явления. На стенах под слоем штукатурки проявляются кресты. Собор ждет возвращения к духовной жизни, возвращения к церкви. Чтобы опять стать местом молитв за Родину, за русский флот, за народ. Как это делал святой праведный Иоанн Кронштадтский. Его вполне можно назвать апостолом России 19-го, начала 20-го века. Он, можно сказать, обратил целые слои русского народа, вернул к вере. Его можно назвать и преподобным, потому что фактически он жил с супругой как брат с сестрой. Он исполнил обеты нестяжания, послушания церкви. Его можно назвать в некотором смысле еродивым, потому что он совершал поступки необычные. Уходил из дома в шубе и в сапогах, а возвращался без шубы и босиком. И матушка Елизавета слышала слова «опять твой идет босиком». Это значит, что батюшка раздавал все, что на нем было. Если одним словом сказать, в чем же смысл подвига батюшки, наверное, это исполнение главной заповеди Христовой. Возлюби ближнего своего, как самого себя. И нет больше той любви, если кто положит душу свою за други своя. Откуда он пришел к нам? Откуда явился? Кто он? Святой Иоанн Кронштадтский. В миру его имя было Иван Ильич Сергиев. Родился на севере в Архангельской губернии, в селе Сура. Отец его, Илья Михайлович Сергиев, был псаломщиком в местной церкви. Дедотца был священником, как и большинство предков по мужской линии в течение 350 лет. Мать его была неграмотной, очень набожной и твердой по характеру русской женщиной. Когда в молодости Иоанн сильно заболел, и врачи уговаривали его нарушить пост, он отвечал, что решится на это только с разрешения матери. Мать такого разрешения не дала. Он же сразу должен был умереть. Его почему крестили ночью? Только родился, и раз покрестили, потому что слабый был младенчик. Ну, раньше же смертность была страшная, особенно там. Какие там витамины? Ну, правда, мать кормила тогда это теперь. Ну, и его покрестили сразу, думали, отойдет на другой день. И второго назвали следом Иваном, а этот все равно умрет, а тот будет жить. Крепенький был. И этот Иван Сергиев, и тот Иван Сергиев. Курсы, классы, там все это, близко они шли, за год друг за другом. До сих пор мы неуверенно, там вопросик иногда ставим, которому Ивану чего поставлено. А выжил тот, рано умирает, а этот вот, видите, жил со всеми болячками. Отец Иоанн в 26 лет приехал в Кронштадт и увидел кафедральный собор имени святого апостола Андрея Первозванного. Сейчас трудно поверить даже, что мы входим в храм Божий. Ничто, кажется, не напоминает о нем. Нет стен, нет сводов. Но, тем не менее, на этом месте стоял один из самых знаменитых храмов России, Андреевский собор, в котором служил дорогой батюшка, отец Иоанн Кронштадтский. Этот храм был ему явлен еще в отрочестве, в сонном видении. Он увидел дивный храм, в котором увидел себя же служащим, священником. И вот этот сон запал в душу отрока Иоанна. И потом, когда много лет спустя он приехал впервые в Кронштадт и увидел этот храм, он воскликнул, я его уже видел. Для батюшки отца Иоанна это было знамение, которое открыло ему, где он должен служить. Открыло ему его храм. Но до этого планы у батюшки были другие. Он хотел стать миссионером где-нибудь в Китае или в Америке. Но Бог судил ему быть святителем на родине, и он навсегда остался в Кронштадте и прослужил в этом храме 53 года. Само его призвание к служению в этом храме было необычно. Отец Иоанн Кронштадтский должен был для этого жениться. В то время вакансии в храмах наследовались по родственным связям. Отец Иоанн женился, я бы сказал, по благословению свыше, по знамению Божьему. И после венчания в 1855 году 26-летний ставленник во священнике и потом уже священник, Отец Иоанн сказал своей супруге, Лиза, счастливых семей без нас много, а мы с тобой давай поживем для Бога. И Отец Иоанн предложил необычный жизненный путь, необычную супружескую связь этой девушки, Елизаветы, брак ради Христа, брак во имя Христа, брак как служение Христу. И они жили как брат и сестра всю свою жизнь. Всю свою жизнь Отец Иоанн прожил в этой квартире, которая находится в 100 метрах от собора. Эту квартиру часто называют святая квартира, но в ней есть святая святых. Это балкон. Дело в том, что он был амвоном всероссийского батюшки. У его дома всегда дежурил народ. Всегда стояло множество богомольцев, приехавших со всех концов России, которые ждали батюшку. И Отец Иоанн выходил на этот балкон, благословлял свою паству, говорил краткое слово, благословение. Святый и праведный Отче нашей Анне, моли Бога о нас. В этом скверике дорогой батюшка молился, готовился к литургии. Он вставал около 4 часов утра и выходил. Этот скверик был засажен весь и садовыми, и плодовыми деревьями. Здесь росли яблони. И для батюшки это была, можно сказать, особая молитвенная территория, молитвенный скверик. Он всю свою жизнь был окружен множеством людей. Каждый день и каждый час. И ему, как всякому человеку, нужны были минуты покоя, уединения, размышления, молитвы. И вот этот садик, наверное, был единственным местом на земле, где отец Анн мог просто побыть наедине с собой, наедине с Богом. Бронштадт, что он из себя представлял? Здесь жили матросы и проститутки. В общем-то, как бы это отстой был, дно. И вдруг здесь появляется такой святой человек, который свою жизнь посвятил, как бы, человеческому исцелению человеческой души. И это действительно чудесно. Кронштадт того времени был местом ссылки нищих, бродяг и разного рода провинившихся людей. Их называли посадскими, и жили они по окраинам города, в самых скверных лачугах, а частично в землянках. Страшные это были уголки. Здесь темнота, грязь, грех. Здесь семилетний развратник и вор. Это была паства. Она была дана ему Богом. Вначале темная кронштадтская беднота с недоверием и озлоблением относилась к попыткам отца Иоанна приблизиться к ней. И он сперва приласкал детей. Летом он вел с ними беседы за городом, сидя на травке. За детьми потянулись и взрослые. Он сам лично приносил обеды больным, приводил к ним врачей и сам ходил для них в аптеку. Он взял на себя подвиг после службы ходить на молебны, куда бы его ни приглашали. Обязательно служить по домам. То есть он не стоял на этом омвоне и не ждал, когда к нему придут. Он, можно сказать, вышел из храма и пошел искать вот ту заблудшую овцу, о которой говорит Господь наш Иисус Христос. Иоанн Конштадтский обрел ее в подвалах, на чердаках, обрел ее в простых людях. Выходя на улицу, он имел в кармане уже монеты, чтобы специально раздавать нищим. Когда он вначале выходил, это были одиночные просители, потом все больше. А в конце, вдоль Андреевской улицы, выстраивалась шеренга с одной и с другой стороны, и он шел и раздавал всем. Проходило через его руки до миллиона рублей. Они подчас не задерживались в его руках даже на минуту. Подчас купцы привозили ему в благодарность для молитв, какие-то конверты с суммами. Но батюшка неожиданно мог отдать их какому-то нищему, приезжему студенту или неизвестному человеку. И купец ужасался, батюшка, да там несколько тысяч. Вот они-то ему и нужны. И отец Анконштадтский, с другой стороны, понимал, что таким образом проблему не решить. Это как бы более утоляющее, но не исцеляющее средство – подать человеку монетку. И у него возникла совершенно новая, необычная, творческая идея «Дома трудолюбия». Нужно дать человеку не просто монетку, но дать возможность что-то сделать, как бы дать возможность реализовать себя. И он не пожалел свет, чтобы построить большое четырехэтажное здание «Дома трудолюбия» и в нем разместить различные производства. И вот эта идея действительно настолько была востребована, настолько нужна, что это стало целым движением в России. В 1882 году был открыт первый «Дом трудолюбия» в Кронштадте, а в конце XIX века в России было их уже около ста. В Российском государственном архиве хранится 26 тетрадей дневниковых записей святого праведного Иоанна Кронштадтского. Вот в таких тетрадях святой описывал всю свою жизнь. Он вел дневники, начиная с середины XIX века до самой своей кончины в 1908 году. Открываем одну из страниц. Дневник от 1856 года. К сожалению, почерк у святого Иоанна Кронштадтского очень сложный, и прочитать можно немного. Но вот кое-что, вот эти строчки нам удалось прочитать прямо здесь. «Костер-то этой книги и по смерти моей, может быть, кто-нибудь найдется, подобный мне по мыслям и по чувству, и покажет свое глубокое содействие написанному в этой книжке». Вы знаете, охватывает такой духовный трепет, когда держишь в руках эти дневники, потому что от них идет буквально в смысле живое благоухание жизни и мыслей праведного Иоанна Кронштадтского. Святой был известен всей России и всегда окружен людьми. Люди просили благословения, но некоторые считали его смешным. Над святым Иоанном неоднократно хотели подшутить, но такие шутки заканчивались всегда поучением для шутников. Однажды приехали в Кронштадт молодые люди, студенты какого-то факультета университета. Они решили устроить уикенд, поездкой к великому пастырю. Пришли прямо сюда домой, постучали. Вероятно, вышла Елизавета Константиновна, спросила, что надобно. Те говорят, да вот хотим с батюшкой поболтать. Елизавета Константиновна доложила в точности. Отец Иоанн, не задумываясь, тут же налил им чая, ставил ложечку и сказал, вынеси, пусть поболтают. Другие молодые люди, студенты, решили батюшку даже разыграть. Договорились, один якобы заболел, остальные звонят и просят помочь, исцелить. Позвонили батюшке, он же, не имея обыкновения отказывать, приехал в Петербург на эту квартиру, зашел к болящему, увидел молодого человека, лежащего под одеялом, вздыхающего от боли, помолился и сказал, ну что ж, пусть будет ему по его вере. И больше ничего не сказав, развернулся и ушел. Каково же было удивление молодых людей, когда они подошли к больнице и увидели, что тот находится в жару, что у того неожиданно поднялась температура, и он действительно уже нуждается в помощи. И они поняли, что это действительно вразумление, что случилось по слову отца Иоанна, и по вере этого, или сказать точнее, не верю этого молодого человека. Тут же срочно еще раз призвали батюшку, и тогда он приехал, простил, и действительно исцелил этого молодого человека. Он стал истовым верующим, исповедником, и был гоним в советское время, и оказался в местах не столь отдаленных, будучи сослан туда. И таким образом вот этот мнимый больной стал настоящим исповедником веры Христовой в период гонений. Из беседы Иоанна Кронштадтского с пастырями Русской Православной Церкви напечатано в 1904 году в новгородских епархиальных педомостях. Кто-то в Кронштадте заболел. Просили моей молитвенной помощи. У меня и тогда была уже такая привычка никому в просьбе не отказывать. Я стал молиться, предавая болящего в руки Божии, прося у Господа исполнения над болящим его святой воли. Но неожиданно приходит ко мне одна старушка, родом Костромичка, которую я давно знал. Она была богобоязненная, глубоко верующая женщина. Приходит она ко мне и настойчиво требует от меня, чтобы я молился о болящем не иначе, как о его выздоровлении. Помню, тогда я почти испугался. Как я могу, думал я, иметь такое дерзновение? Однако эта старушка твердо верила в силу моей молитвы и стояла на своем. Тогда я исповедал пред Господом свое ничтожество и свою греховность. Увидел волю Божию во всем этом деле и стал просить для болящего исцеления. И Господь послал ему милость свою. Он выздоровел. Я же благодарил Господа за эту милость. И теперь я и сам знаю, и другие передают, что исцеления по моей молитве совершаются. Особенно поразительны исцеления бесноватых, всегда страшно страдающих. Иногда достаточно было послать ему телеграмму. В ответ отец Иоанн обязательно слал ответную депешу «Молюсь об исцелении вашего отрока» или «Помолился, сын ваш будет здоров». Болгарский царевич, восьмилетний Борис, быстро и внезапно стал поправляться после того, как его отец, царь Фердинанд, сам католик, вспомнил о встреченном им на коронации государя Николая II отце Иоанне и телеграфно попросил его молиться за больного сына. Иноверцев, не христиан, отец Иоанн обычно расспрашивал о их нуждах и скорбях, не касаясь вопросов религии. Будучи в Крыму, он спросил татарку, просившую об исцелении своего больного мужа, верует ли она в Бога, и, получив утвердительный ответ, сказал «Будем молиться вместе, ты по-своему, и я по-своему». Сто лет спустя сюда, в Иоанновский женский монастырь, что на Карповке в Петербурге, по-прежнему идут люди и просят помощи у святого. Вот эта благодатная цепочка исцеления, она не прекратилась и в наше время. Ну вот вспоминается, наверное, такой достаточно яркий случай. Несколько лет назад к нам сюда, в монастырь, приехала семья военнослужащего, военного музыканта из города Печенга. Семья приехала в высшей степени удрученной, потому что у 12-летнего отрока Сережи обнаружилась опухоль головного мозга. И вот родители, отчаявшиеся родители, пришли сюда, в монастырь, за помощью. Надо сказать, что родители были людьми совершенно не церковными. В первый раз, оказавшись на исповеди, они даже не знали, как перекреститься. И вот батюшка, бывший на исповеди, посоветовал им ежедневно приходить в монастырь и молиться отцу Иоанну Кронштадтскому. И вот действительно родители этот совет восприняли всерьез. И каждый день в течение двух недель мы их видели на молебнах. И как потом рассказывает сама мама, через две недели ей приснился удивительный сон. Священник, которым потом она узнала отца Иоанна Кронштадтского, явился к ней во сне. Рядом с ним находился ее сын Сережа. И вот священник погладил мальчика по голове и сказал, что все будет хорошо. Как раз на следующий день была назначена томограмма головного мозга, как раз вот накануне операции. Каково же было изумление врачей и удивительная радость, конечно, потрясающая радость родителей, когда томограмма показала отсутствие каких-либо опухолей в мозгу. И вот так вот по молитвам родителей, по молитвам дорогого батюшки, совершилось вот это чудо исцеления. Всегда отец Иоанн Кронштадтский в своих преповедях указывал, что исцеление тела, это еще не сама цель. Прежде должна быть исцелена душа. Незадолго до своей кончины отец Иоанн Кронштадтский поехал на свою родину в село Сура Архангельской губернии. Поехал проститься. Здесь могила его родных. Мама-то видала его. Он поехал в рощу на тележке, а как раз по Прилуку, по ихной деревне. И всем бросал деньги. Кто его встреча, кланяется ему, да, проща благословления, он бросал деньги. И маму-то тоже 20 копеек досталось. Мама-то взяла 20 копеек себе, купила на сарафан. Храм Николая Чудотворца разрушен он в 30-х годах. Колокол увезли куда-то. Это верх разломали. Председатель сельсовета идите ломайте церковь. Надо населению кирпич, печи ремонтировать. Ломали, ломали. И не могли сломать до конца. Крепкий ветер построен. Все батюшка строили на его средство. Как построилось-то все? Он присылал деньги, чтобы строили. Чтобы строили церковь. Потом церковь построили и стали монастырскую лавку строить. Лавку монастырскую построили и стали школу строить эту. Церковно-приходская школа. Лавку монастырская школа. Иду, иду, иду. Сейчас вижу я его с балкончиком. Да, с балкончиком. А сейчас он заколочен, да? Туда войти ведь нельзя? Туда войти нельзя. И запалу все, не подойти к нему. Батюшка-то с верхнего балкончика снимался у нас. Тогда он видел школу и смотрел, на суру смотрел. Да. Ира! Посмотрели, уезжаем. И жалко уезжать. И радостно, что оставляем такую суру. Потому что добрые дела должны выражаться в делании прежде всего. А мы видим, как воссоздается храм. Как люди не только помнят, но и делают ради памяти того, кто здесь жил и строил. И это радостно. Гронштадт был всегда щитом Петербурга. Этот город дал титул всероссийскому пастырю. Некоторые считают, что город назван в честь Иоанна Кронштадтского Кронштадтом. При жизни святого Иоанна в этом городе было сделано множество открытий. Здесь изобретено радио Поповым, открыто рентгеновское излучение, изобретены подводные лодки. Даже новое дорожное покрытие придумали в Кронштадте. Здесь предложили покрыть дорогу чугунными блоками, которые сохранились до нашего времени. В 1930 году Андреевский собор был закрыт. Через два года устроен пожар в храме, а потом собор был разобран до основания. Но свято место пусто не бывает. На этом месте устроили сквер отдыха трудящихся, который украсили фонтаном в виде такой огромной чаши. Из него истекала вода. Верующие люди восприняли этот фонтан совершенно иначе. К нему приходили и набирали из него воду, считая ее святой. Пусть ее никто не освящал, ее освящает сам отец Иоанн Кронштадтский. Ее освящает само место, служение всероссийского пастыря. И рассказывают, что воду из этого храма вычерпывали очень быстро, так что даже к вечеру ее не хватало. К покаянию призывал своих современников Иоанн Кронштадтский. Кайтесь, говорил он, приближается ужасное время. Столь ужасное, что вы представить себе не можете. Отец Иоанн совершал исповедь общую всех приходивших. Он не мог каждого поисповедовать. Но он обращался с таким проникновенным, огненным словом, которое проходило через людские сердца, как некий духовный электрический ток. И исторгало из них слезы, покаяние. И то, что здесь творилось, трудно даже описать и представить. Люди начинали каяться, не взирая друг на друга. И исторгая из своего, может быть, закоснелого в грехах сердца свои грехи, называя их, выкрикивая даже. И отец Иоанн поднимал ей Петрахиль, обводил ею всех присутствующих, это тысячи и тысячи людей, и читал одну разрешительную молитву на всех. И после этого причащал, и подчас причастие длилось несколько часов. Отец Иоанн Кронштадтский восчувствовал этот момент приближения катастрофы, приближения суда. Ведь действительно, 1917 год для России стал годом суда, кризиса. Полугреческий кризис – это и есть суд. И, очевидно, миссия от Иоанна Кронштадтского в частности заключалась и в том, чтобы как-то накануне этого суда все-таки попытаться образумить те части русского общества, а они были весьма-весьма, в общем-то, так сказать, многочисленные, которые отрицательно относились и к вере, и к религии, и к церкви. Если мы с вами возьмем, допустим, русскую интеллигенцию той эпохи, начала XX века, так в своем подавляющем большинстве вея русский интеллигент считал зазорным ходить в церковь. Церковь презиралась. Была новая эпоха, новое время, каких-то нигилистических идей. И расплата за отступление от веры наступила очень скоро. Миллионы погибших в гражданской войне, уничтожение церкви, место последнего успокоения святого Иоанна Кронштадтского женский монастырь на Карповке в Петрограде был закрыт. Монахини, духовные дочери святого, частью были посажены в лагеря, частью расстреляны. Но он оставил им силу веры и мужества перед испытаниями. Вот строчки из допроса монахини Соловьевой. Вы, то есть власть, для нас чужда, и мы для нее чужды. Мы непримиримые враги, и нам никогда не столковаться. Это верно, это очевидно. Само собой разумеющаяся истина. Значит, так Богу угодно, то, чтобы мы продолжали монашеский образ жизни, и мы его продолжаем, и будем продолжать, чтобы мы прославляли чудесное исцеление батюшки Дорогого Иоанна и всех святых. Эти свидетельства находятся в уголовных делах по закрытию Иоанновского женского монастыря. Там же и список монахинь. В архиве Петербургского ФСБ дел таких много. Здесь собрана мученическая история Русской Православной Церкви. Сейчас, глядя на этот крест, как-то невольно представляешь себе стоящего там праведника, всероссийского пастыря, который оттуда благословляет всю землю русскую от запада до востока. Этот храм стал воплощением в некотором смысле русской идеи, даже русской мечты, ведь он воплотил формы Софии Константинопольской, где русские послы князя Владимира избрали православие как веру русской земли. В России есть новый Афон, новый Иерусалим, но в России есть и новый Царьград, в котором мы с вами сейчас и находимся, в котором прослужил полвека всероссийский пастырь. И здесь, может быть, мы открываем для себя и смысл его служения, как всероссийского патриарха. В России в то время не было патриарха, но его роль, его функцию, миссию исполнил дорогой батюшка Иоанн Кронштадтский. Одна из последних проповедей святого праведного Иоанна Кронштадтского была произнесена здесь, в храме, которого нынче нет. Вот некоторые выдержки из этой проповеди. «Научись, Россия, веровать в Бога и учись у твоих святых предков вере, мудрости и мужеству». Господь верил русским великий спасительный талант православной веры. Восстань же, русский человек, перестаньте безумствовать. Довольно, довольно пить горькую, полную яда чашу. И вам, и России.